Привет, друзья! Когда-то из середины 60-х годов поиск и эвакуация космонавтов и спуском их аппарат осуществлялась при помощи вездеходов ПУ-1. Вездеходы ПУ-1 были созданы СКБ завода имени Лихачева под руководством Виталия Андреевича Горачева и пошли в серию в середине 60-х годов. Мелкосерийное же производство этих вездеходов продолжалось до конца следующей десятилетия. На базе первого вездехода были созданы два новых образца ПУ-1М с наличием закрытой пассажирской кабины и ПУ-1Б с доработанным подъемным краном. Но в 80-х годах Конструкторское бюро Отечественного Зела решило провести эксперимент в вопросе проходимости специальных поисково-спасательных вездеходов. Ведь нужна была машина, которая могла проходить на разных ландшафтах, в том числе и в самых сложных условиях. Новый проект, основанный на существующей машине, получил обозначение ПУ-1Р, то есть реактивный. В качестве основы для макетного образца выбрали вездеход базовой модификации ПУ-1. Эта машина предназначалась для эвакуации космонавтов вместе с их спускомым аппаратом. Для работы с последним машина имела подъемный кран и специальный ложемент с креплениями. В ходе перестройки нового реактивного вездехода существующий вездеход должен был сохранить значительное число узлов и агрегатов. Планировалось снять только грузовое оборудование, вместо которого следовало смонтировать новую дополнительную силовую установку. Также оставалась без изменений основная силовая установка трансмиссии ходовая часть. Новый реактивный вездеход сохранил алюминиевую сварную раму, собранную с профилей и укрепленными косынками. В центральной части корпуса оставались х-образные раскосы для жесткости рамы. Вездеход ПУ-1Р комплектовался к стеклопластиковым герметизированным корпусом с продонными ребрами жесткости. С него убрали также с передней части корпуса все ранее использующие радиоактивационное оборудование. Кабину экипажа, как и находящийся моторный отсек позади кабины, решили стать без изменений. Вездеход комплектовался основным бензиновым двигателем ЗИЛ-375Я мощностью 180 лошадиных сил. Рядом с двигателем расположили топливный бак на 360 литров и прочие устройства. Ходовая часть с тремя парами крупных колес диаметром 1,52 метра была сохранена. Давление в шинах регулировалось централизованной системой. Для лучшей маневренности передние и задние оси были связаны с рулевыми устройствами. В корме машины был расположен водометный движитель, полностью размещенный внутри корпуса. Вездеход имел длину 8,5 метров, ширину 2,5 метра, высоту 2,7 метров. Его полный вес со всей допустимой полезной нагрузкой и запасом топлива для обоих моторов достигал 11,5-12 тонн. Максимальная скорость по шоссе от основного двигателя достигала 68 километров в час. Запас хода по топливу 560 километров. Вездеход мог плавать со скоростью не более 7,5 километров в час. Но особый интерес в этом проекте вызвала его основная дополнительная силовая установка, в качестве которого установили турбореактивный двигатель АИ-25ТП, который успешно возил пассажирский Як-40 и учебный альбатрос чешской ВВС. Установили его в задней части корпуса вездехода. Благодаря силе тяги в 1720 килограмм сил, теперь на недостаток мощности уже никто не жаловался. Масса изделия составляла 400 килограммов, при длине около 3,5 и диаметре менее 1 метра. Авиационный двигатель монтировался внутри цилиндрического кожуха. Передняя часть его выполняла функции воздухозаборника, на которой установили защитную сетку, призванную задерживать крупные частицы грязи. Сопла двигателя вывели в сравнительно небольшое отверстие с задней стенки кожуха. Часть свободного места возле двигателя выделили под собственный топливный бак турбореактивного двигателя. По бортам установили топливные баки для обоих силовых установок. Также были попытки комплектовать вездеход дополнительными твердотопливными ускорителями зенитных ракет 9М39 переносного комплекса «Игла». На задней части каждого борта установили обойму для восьми таких двигателей. Два вертикальных ряда по четыре штуки под наклоном вперед для правильного вектора тяги. Управлялись они электрической системой и запускались одновременно. Для использования новых силовых систем доработали кабину. Теперь водители и второй член экипажа могли полностью контролировать работу турбореактивного двигателя и запускать вредотопливные элементы. Благодаря тому, что справа от основной приборной панели разместили дополнительный щиток с рычагом управления реактивной силовой установки и установили вторую панель с контрольными приборами. Из-за установки реактивного двигателя и топливного бака для него машина ПУ-1Р лишилась перевозки грузов. До этого и не требовалось этой машины, поскольку являлась исключительно экспериментом. Для эксплуатации в народном хозяйстве, особенно в войсках, не шло и речи. На испытаниях вездеход с реактивным мотором показал впечатляющие результаты. Значительно увеличилась скорость движения по воде до 12 и 14 километров в час. Легко выбирался из водоемов даже на крутой берег. Значительно улучшилась проходимость, особенно проходимость в болотистой местности. Случалось, что ПУ-1Р застревал. Но там, где застревал реактивный вездеход, обычные ПУ просто не могли добраться. И вот в этих случаях и помогали 16 реактивных двигателей от зенитных ракет. Они позволяли на несколько секунд увеличить суммарную тягу бензинового и турбореактивного моторов. Совместная работа трехсиловых установок давала желаемые результаты, когда машина застревала. Дополнительно осащенная лыжами машина шла и по глубокому снегу, развивая при этом скорость 42-44 км в час. За несколько месяцев испытаний конструкторы СКБ завода Лихачева собрали много различных сведений во всех аспектах работы и эксплуатации макетного образца. И может быть дальнейшее развитие этого вездехода дадало толчок к созданию более совершенных вездеходов на реактивной тяге. Но как раньше говорилось, этот проект был экспериментальным. Так и остался на ее стадии предварительной проработки. Главным минусом этого проекта стал его двигатель, а именно его прожорливость. Ведь при включенной реактивной установке запаса топлива в 500 литров машине хватало всего на 17 км. Нужно было увеличивать саму машину в размерах, чтобы установить достаточно баков для топлива. А это влекло за собой финансовые затраты, которые к концу 80-х годов не хватало. А также сыграли роль другие факторы. Да и начинался к тому же развал Советского Союза. А в России направление реактивных вездеходов впредь не развивалось. И если мой ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока.